Всем привет, мои дорогие! Я очень надеюсь, что вы рады меня видеть, так же, как и я рада вас всех приветствовать в своем очередном видео. Если есть те, кто со мной еще не знаком, меня зовут Элла, и у меня на канале здесь мы говорим в основном об ароматах, о парфюмах. Сегодня я хочу рассказать вам, мои дорогие, о своей подборочке моих июльских фаворитов. Как всегда, ароматы из разной категории, такая своеобразная подборочка, но будут, как всегда, еще очень интересные, довольно достойные, в том числе, бюджетные позиции. Поэтому, кому это интересно, будьте со мной, если еще вы не подписаны на мой канал, но если вы любите ароматы, увлечены парфюмерией, подписывайтесь, я всегда всем очень рада. Ну и, как всегда, друзья мои, берите что-то вкусненькое, устраивайтесь поудобнее и поехали! И, друзья мои, как я уже сказала, сегодня фавориты июля месяца. Июль – это середина лета. У нас это, как правило, очень-очень сильная жара здесь царит. И многие из вас мне пишут, что у вас еще довольно прохладно, такое лето не жарко. Я вам, конечно же, белой завистью завидую, потому что тогда можно носить любые ароматы, в том числе и тяжелую артиллерию, какие-то гурманские ароматы. Но, когда вот такая жара, конечно же, хочется чего-то посвежее. Именно такие ароматы у меня будут в подборочке. Сегодня без моего любимого Килина. Уже о своих любимчиках Килина я вам рассказала в предыдущих видео, мы уже говорили и о летних ароматах, и о любимых ароматах на лето. Но вот сегодня июльская подборка. И начну я с другой нишевой марки. Это итальянская марка The Merchant of Venice. Она называется... И аромат, который я покажу, вот показываю в коробочке, потому что мне нравится оформление этих парфюмов, называется Мандарин Карнивал. То есть, не знаю, итальянское это название или по-французски. В общем, Мандариновый Карнавал, если так вольно можно перевести. Вот такая коробочка. Сейчас мы достанем флакончик, покажу вам. И, конечно же, честно вам скажу, что вот этот аромат вот прям соответствует вот просто, мне кажется, вот хорош именно на жару, на лето. Вот такой красивенький флакончик. Сейчас мы его достанем с вами. У него, я вам сейчас показываю оформление, вот и коробочку, вот эти вот карты, как они изображены. Недаром, что венецианский купец, как переводится The Merchant of Venice. И это действительно не просто итальянская, венецианская марка. Все вот эти флакончики, сейчас мы его достанем. Кстати, на таком вот шелке всегда эти флакончики. Тут, в общем, красивое и достойное оформление. И вот этот вот флакончик, он выглядит вот так. Мандариновый Карнавал. Не зря у него такой, знаете, вот цвет, цвета морской волны. Такой зеленоватый, конечно, больше. Кто видит вблизи, вот такие разноцветные кружочки. Наверное, вот сам флакон у нас, ну, как бы, олицетворят вот эту вот свежесть, да. Вот эти вот кружочки, это кружочки вот этого карнавального конфетти. Мандариновый Карнавал. Ну, и, друзья мои, конечно же, его время лета. Аромат, не зря так называется. Аромат просочный, такой немножко терпкий мандарин. И так он и стартует, здесь стартует этот итальянский мандарин. И, вы знаете, он с какой-то терпкостью, вот я его слышу. И мне нравится вот этот старт. Я обожаю, вот, знаете, эфирные масла вот этих корочек цитрусовых. И здесь, скорее, не сам мандарин, а именно вот эта корочка мандарина, потому что уж очень такое терпкое, красивое звучание. И, кстати, этот парфюм, я хочу сказать, что у него интересная нота в самом старте. У него есть интересная пряная нота тамаринт. Это вот такие, как стручки на дереве, выложу где-то фото, вот эта такая пряность некая. И еще есть горький миндаль в старте. Вот то, что, может быть, и дает вот такую некую горчинку вот этому довольно свежему мандарину. И вот стартовые ноты мне очень нравятся. Он действительно такой освежающий. Но потом вот в сердце здесь апельсиновый цвет. И, по-моему, еще нота персика. То есть нота персика, конечно же, чуть-чуть смягчает вот эту вот цитрусовость мандарина. Да, делает ее еще более мягче звучание. И это мне тоже нравится. Но вот апельсиновый цвет, вот эта, скажем, белая цветочная нота, она имеет свойство иногда замыливается. И вот здесь то, что мне не очень нравится, что на каком-то этапе вот этот парфюм начинает мылиться. В базе здесь есть, конечно же, и мускус, и древесные ноты. И вот белая цветочность с мускусом дает некую такую мыльность, такую почти порошковую. Поэтому он на каком-то этапе слышит, как такой, знаете, аромат вроде как свежести, чистоты, немножко мыльный. Мне, конечно, вот это не очень нравится. Но то, что он освежает классно в жару, это не дать не взять. Сразу хочу сказать, что стойкость у него не очень такая уж большая, что хотелось бы, конечно, побольше. И, кстати, хочу сказать, что по моему мускуса в базовых нотах есть еще водные ноты, которые я не очень люблю. Но вот здесь, слава богу, они не дают вот этой своей водности, какой-то, знаете, вот действительно какой-то водянистости, которую я не приветствую в ароматах. Не слышу я водных нот. Ну, как я уже сказала, это мускусно-древесная база. Есть еще роза в базе, которую тоже не слышно. В общем, от начала до конца это цитрус и вот это вот такая вот замыльная белоцветочность. Честно вам скажу, этот аромат не стал моим любимчиком. Вот у меня сегодня подборки будут как любимчики, так и ароматы, которые люблю носить в жару, но не любимчики. Вот этот аромат тоже. И честно вам еще скажу, поскольку я с вами всегда честна, что если у меня была возможность потестить, а куплен он был слепой, мы, кстати, делали какую-то видеораспаковочку, кому интересно, если найду, выложу вот здесь вот ссылочку на это видео. Я его покупала слепой. У меня есть где потестить эту марку Merchant of Venice, но далеко от меня, поэтому я поленилась, как всегда. Но поскольку я смотрела на блогера, мнению которому я доверяю, кстати, я не часто смотрю, у меня нет времени на это, но когда собираюсь покупать слепой аромат, иногда смотрю. И вот именно этому блогеру почему-то вот я доверяю, ну как доверяю, доверилась ее таким хвалебным отзывам об этом аромате и купила слепую. Если была возможность потестить, честно вам скажу, я бы не купила этот аромат. Вот такая мыльность как-то мне вот, ну не совсем подходит, хотя аромат это не критика ни в коей мере. Аромат действительно свежий, прекрасный. Мандарин здесь нельзя фигурировать в названии, он действительно классный такой вот цитрусово-свежий. Но, знаете, для своей цены и хоть этот аромат вот в линейке такой более бюджетный у Merchant of Venice, есть более дорогая линейка, довольно такая, скажем, ну относительно бюджетная, но все-таки не дешевый. Не стоят мало эти ароматы, чтобы вот такое звучание было. Если бы это была какая-то поливашечка, знаете, уровня там и в Роше, Зара за какие-то там небольшие деньги, нормально. Но этот аромат, конечно, стоит уже прилично, и поэтому вот такое какое-то звучание, вот такое мыльно-белосветочное, цитрусово, ну как-то, мне кажется, не дотягивает вот до уровня вот самой этой марки и такого красивого безумного оформления. Конечно, только из-за флакончика еще мне он очень-очень нравится. Но вообще, как я уже сказала, это, конечно же, не критика, найдется их почитать. Я говорила, что отзывов у меня положительных об этом аромате много. И что хочу сказать, ну что хотеть от этого аромата, мандариновый карнавал, да, флакончик красивый, вот с этими конфетти есть-есть, мандарин есть-есть, свежесть есть-есть, претензий есть-нет, ну так что тебе еще надо с собакой, вот носи, да, это моя любимая фраза из Ивана Васильевича меняет профессию. В общем, друзья мои, неплохой аромат, классный, свежий, вот на такую вот июльскую жару я, в общем-то, с удовольствием его уже начала носить, ну и буду, конечно же, дальше носить. А кто знает, может быть, и мыльность когда-то его мне придется по душе. В общем, мандарин карнавал, аромат, у кого есть возможность познакомиться с этой маркой, познакомьтесь, но вслепую не советую, кто особенно не любит вот такое чуть-чуть замыливающееся звучание. А вот следующие два аромата, это два моих итальянских любимчика на лето, почему итальянских, сейчас поймется, один из них это аромат Versens от Versace, вот такой этот флакончик, это уже не знаю, какая по счету, 30-очка, это аромат, который всегда будет у меня в коллекции именно на лето, в жару, я его достаю и обожаю это звучание. Вот, знаете, под цвет жидкости такой слегка такой зеленоватый, такое же звучание, свежее, освежающее, немножко фруктовое, немножко цветочное, немножко зеленое, немножко терпкое, вот с этой такой итальянской изюминкой, да, аромат Versace, ну и оформление, я вам уже показывала, вот это знамит, это голова медузы фирмы на Versace, вот здесь орнамент Versace, очень простенький флакончик, но звучание великолепное, и, кстати, этот парфюм тоже имеет такие несколько замыливающие чуть-чуть ноты, но меньше, чем вот предыдущие, и у него классные, конечно же, цитрусы на старте, всевозможные, то, что мне нравится, пирамида его очень интересна, вот эти цитрусы яркие смягчает, моя любимая нота груши, которую я обожаю, знаете, вот сочная, приятная груша, а еще есть такая изюминка в виде инжира, вот в этом парфюме, инжир, ноту, которую я обожаю, она всегда дает такую некую, такую вот пикантную терпкость, и вот это вот здесь есть, то есть и цитрусы, и вот эта сладость груши, вот эта терпкость инжира, и, конечно же, яркое белоцветочное сердце в этом аромате, яркие белые цветы, которые, слава богу, не кричат и не слишком выпирают, потому что яркую белую цветочность я тоже не всегда люблю в ароматах, она, кстати, в жару может и душить, вот здесь этого нет, аромат прекрасный, из белых цветов ярких, я уже сказала, вот этот жасмин и яркая лилия, которые я не очень, честно вам скажу, я побаиваюсь лилию в ароматах, но вот здесь она очень гармонично вплетена вот во все остальные ноты, поэтому здесь была цветочность вот этой некричащей, как я сказала, и кроме того вот этих белых цветов есть моя любимая нота нарцисса, нарцисс цветок, который дает всегда какую-то терпкость, вот такую горчинку, я это тоже очень люблю, поэтому это тоже моя любимая нота, и здесь вот она отсиняет вот эти белые цветы, ну и, конечно, нота кардамона, пряная нота, которая вот все вот это белосветочное сердце смягчает, и, в общем, аромат создан великолепно, база это древесно-мускусная, и почему я говорю, что это итальянский красавец, потому что в базе помимо обычных, вот, знаете, ноты кедра, сандала, ну, мускуса, естественно, есть оливковое дерево, и вот есть в этом аромате еще какая-то вот эта зеленушечка, вот эта серпкость определенная, то есть аромат вот все в нем гармонично, чуть-чуть цветочный, немножко фруктовый, немножко вот этот древесно-мускусный, и в итоге очень свежий, классный, шлейфовый, с хорошей стойкостью, в общем, вот этот версен со сверсачи, один из моих любимчиков на лето, и иногда прямо у меня запой, вот, начинаю носить, и не могу оторваться, настолько люблю его носить в жару, кто с ним знаком, пишите в комментариях, мне, кстати, я не первый раз о нем говорю в летних видео, мне уже писали, что у кого-то он тоже является любимчиком, следующий аромат, это тоже итальянский мой любимчик, и это уже такая, знаете, вот, кстати, это довольно бюджетный люкс, вот эти две позиции, этот аромат, посмотрите, какой красивый флакончик, это парадиза от Зура от Роберто Кавали, просто увесистый, красивый, такой стеклянный флакон, вот с этим стеклянным таким ребристым вот этим вот шариком, крышечкой, и, конечно же, это фланкер моего любимого парадиза, я выложу где-то флакончик обычного классического парадиза, который я тоже люблю, неоднократно говорила вам в своих видео, что я обожаю парадиза, и тоже летом его ношу, но вот почему-то именно вот в летнюю такую самую жару и в июле достаю именно вот этого от Зура, это голубой, да, на итальянском, и вот именно вот этого голубого красавца я достаю, и здесь тоже, вот он по своему звучанию как бы свежестью перекликается с Versens, но у него вот чуть больше вот этой характерной терпкости, вот этого такого, знаете, средиземноморского характера, это прям такой, знаете, пылкий итальянский красавец, я бы сказала, здесь тоже цитрусы на старте, тоже белые цветы, только если там была лилия яркая, то здесь дикий жасмин и тубероза, вот яркие белые цветы, тоже вот все вместе, цитрусовость и вот эта вот белая цветочность тоже красиво играет, тоже в этом аромате есть водяные ноты, которые, вот я вам говорила, не люблю, и тоже они меня здесь совершенно не смущают, потому что они неявны, ну и красивая вот эта характерная база, тоже древесно-мускусная, кстати, нет, мускус здесь не заявлен, здесь древесные ноты, причем разные, здесь и кашемировое дерево мягкое, и вот моя любимая нота кипариса, которая делает его таким характерно терпким, вот в базе, есть вот эта терпкость кипариса, знаете, кипарисы, это неотъемлемая просто час вот флоры средиземноморья, вот это кипарисы на побережье, и вот эта вот терпкость его слышится в этом парфюме, и я вам уже говорила, что мускус не заявлен, но я вот какую-то мускусность слышу, такую небольшую, ну и, конечно же, янтарная смола, то есть амбар вуз здесь тоже есть характерный такой призн, ну, принадлежность, да, вот побережью морскому, в общем, дорогие мои, аромат прекрасный, тоже свежий, с прекрасным шлейфом, с неплохой стойкостью, вот такое, знаете, и одновременно освежающее какое-то вот благородство в нем есть, и приятно на себе его слышать, и хочу сказать, что не зря у него такой цвет флакона, прям, знаете, вот он очень ему подходит, как вот глубины действительно вот этого прозрачно-красивого, вот этого средиземного моря, вот такого вот цвета морской волны, как вот этот флакон, прекрасный, красавец, кстати, я хочу сказать, что вполне вот эти два аромата я вижу как унисекс, конечно, они стоят на женской полочке, и все-таки больше они в женскую сторону, но я вот спокойно бы, спокойно бы слышала такой аромат, и в том числе на юноши, на мужчине, оба этих парфюма, они абсолютно не сладкие, кстати, несмотря, что есть, по-моему, то ли здесь есть в ваниль в базе, вот эти ароматы не сладкие, они все равно свежие, приятные, с такой, знаете, со своим вот этим вот приятной терпкостью, как я сказала, в общем, классный аромат унисекс, и это мои любимчики, два аромата, которые постоянно будут у меня в коллекции, и летом я их обожаю, а вот следующий парфюм, это еще более бюджетная позиция, я вам обещала, что будет много интересных бюджетных вариантов, и это вот прям, ну тоже, только, наверное, на саму жару я могу носить, не помню, говорила ли я уже вот в этом году, в летних видео, аромат от Кельвина Кляйна, Кельвина Кляйна, Сики Ол, он называется Сики Ол, в таком молочном белом флаконе, вы знаете, друзья мои, один из парфюмеров этого аромата, кстати, я узнала это не так давно, просто уже настолько стойкий длинный шлейф, мой любимый Альберто Мариллиас, я думаю, ну тогда все понятно, поэтому такой шлейф, поэтому такой вот волнообразный, длинный и стойкость потрясающая, честно вам скажу, зимой меня этот аромат очень душит своим мускусом, мускусности здесь, так же, как и цитрусовости, какой-то вот свежести, через чур, вот этот флакон тоже очень прям вот передает его звучание, вот молочный цвет ему подходит, вот кто любит, знаете, такую свежесть, чистоту, все в одном флаконе, вот кипельно-выстерные белые рубашки, белые майки, вот мне кажется, кто любит свежую чистоту, вот этот аромат прям советую, и это абсолютно унисекс, вот прям унисекс, на молодых людях, спортивного, особенно, такого, ведущий спортивный стиль жизни, очень хорошо вижу, ну а я в жару люблю, потому что он очень долго, вот имеет вот эту освежающую свежесть, здесь тоже, конечно же, и цитрусы на старте, и тоже есть яркие белые цветы, и, кстати, нота ревеня, который дополнительно дает какую-то свежесть, и вот здесь ревень удачно как-то сочетается, он не сильно выпирает, вот именно вот со стальными свежими нотами, ну и, конечно, мускус на древесные базы, вот мускуса белого, здесь прям вот предостаточно, в общем-то, аромат цельный, он действительно свежий, яркий, такой мощный, очень-очень стойкий, с довольно длинным шлейфом, и вот правда вам скажу, почему зимой меня душит вот этой мускусностью, а летом он дает вот эту такую свежесть, прям вот действительно какую-то чистоту, наверное, даже больше, и кто вот действительно помешан, особенно фанат свежести, кто любит вот в жару такой, сохраняет постоянно какое-то вот это ощущение свежести, такой подтянутости, вот этот аромат подойдет. Сейчас вот брызнула, и хотя он унисекс, и абсолютно подходит и девочкам, и женщинам, и мужчинам, но все-таки даже, вот сейчас склоняюсь, потому что в базе у него есть еще яркий ветивер, вот мускус и ветивер, что все-таки он даже как-то больше в мужскую сторону. Меня это не смущает, стоит он, кстати, на женской полочке, поэтому, вернее, он как унисекс заявлен, но вот я его покупала на женской полочке, он стоял. В общем, классный тоже свежий аромат, кто не знаком, познакомьтесь, очень бюджетная позиция, но еще раз хочу сказать, у него есть вот эта такая напористая свежесть, свежесть, которая свалит с ног. Зимой, когда я его только купила, я думаю, боже, это какой-то, знаете, такой аромат, удушающей свежести, вот так я его называю, но а летом, как ни странно, вот именно это то, что надо. Следующий парфюм, друзья мои, это, ну, просто великолепный, я бы сказала, такой парфюм, тоже освежающий, от моей любимой, тоже итальянской марки, бюджетной марки, Эрбалайо. Это вообще, когда я с ним познакомилась, прямо стал моим любимчиком, особенно на лето, конечно же, на лето я его достаю, это Рубарб, то есть Робарбара на итальянском, или Ревень, как по-нашему, да, от марки Эрбалайо, посмотрите, какая коробочка, я прям, знаете, схватила, у меня было 50-очка, она уже, кстати, почти закончилась, так я уже потом отхватила вот эта сотка, прям, ну, залюбила я на лето этот парфюм, вот в нем все, и свежесть, и терпкость тоже есть, сейчас покажу флакончик, который тоже, мне кажется, очень хорошо соответствует, вот, духу этого аромата, вот такой вот зеленый, насыщенный цвет, и коробочка вот этим ревенем, да, вы видите, прям вот у него, знаете, такие стебли красноватые, вот эти листья такие более зеленые, так вот здесь, ревень-то, конечно, появнее, вот он дает такую свежесть, вот эту кислоревенью, плюс свежесть этого аромата, почему он хорош вот так на лето, вот этот Робарбара, Рубарб, да, этот ревень от Эрбалайо, кстати, этот аромат, я сейчас, пока не забыла, покупала со скидкой, и вот эта сотка, мне что-то досталось совсем бюджетно, то ли за 12, то ли за 13 евро, ну, прям совсем бюджетно, и очень классное звучание, вот тут я хочу сказать, что аромат, как бы звучит дороже своей цены, за это я обожаю марку Эрбалайо, натуральность, мод, никакой химозности, ну, и, конечно же, вот этот ревень, вы знаете, вот он настолько здесь натуральный, я уже сказала, свежесть его поддерживает черный чай, который тоже есть в базе, не в базе, а в нотах аромата, конечно же, вот я слышу какую-то свежесть еще цитрусов, то есть вот цитрусы, ревень, плюс черный чай, и вот это вот все вместе дает какую-то, немоверную такую вот, еще есть зеленые ноты, поэтому здесь вот эта свежесть, она действительно такая, знаете, терпковато-зеленая, вот с этой кислинкой ревеня, очень все натурально красиво, древесные какие-то, а, база это тоже, по-моему, мускусы, древесные ноты, но вы знаете, никакого такого свербящего мускуса вот здесь как раз нет, а есть вот эта свежесть, вот этого ревеня, и настолько натуральный ревень, друзья мои, что у меня какие-то вот воспоминания, прям, относят, это, знаете, я вам говорила, что моя молодость, ну, в институте, в университете я училась в Риге, в Латвии, и вот там, такое фирменное блюдо на лето был, это такой вот ревеневый суп, холодник, с такой, знаете, со сметанкой, вот он был холодный, такой хисленький, и вот когда наношу этот парфюм, я почему-то вспоминаю, вот этот вот холодный, вот этот ревеневый суп, вот в Риге, который был, но прям вот этот холодник ревеневый, вот правда, а еще там был такой компот из ревеня, вот прям, относят меня в юность этот роман за счет своего такого натуралистичного ревеня, но он классный, свежий, вот именно то, что на лето тоже всегда мы ценим, классный парфюм, кто еще не знаком, кстати, любит такой вот терпко-зеленые ноты, свежесть в ароматах, такой вот зеленую, и, конечно же, саму ноту ревеня, очень советую вот этот Робарб от марки Эрбалайю, кстати, неплохая стойкость для такой небольшой цены, и есть у него шлейф заметный, ну, и, друзья мои, еще один бюджетный аромат, это прям, ну, мы идем всегда так, побюджетнее, побюджетнее, тоже бюджетная марка Ивраше, вы многие с ней знакомы, аромат, который, ну, в самом названии тоже имеет слово свежесть, Rose Fresh, это розочка свежая, вот такая водичка, люблю на лето я вот эти водички от Ивраше, я их называю, конечно же, летними поливашечками, розу я люблю, кто меня смотрит давно, вы знаете, что я люблю в парфюмерии розу, и, конечно же, название свежая роза, и вот это такая водичка, здесь свежая, простенькая, такая, знаете, незатейливая розочка, которая оценена тоже какими-то вот, такими легкими цитрусами, какими-то приятными нотами, тоже немножко мускуса может быть, но вот роза, она остается такой свежей, приятной, не уходит, не душит ни маслом болгарской розы, не претендует на какую-то такую напыщенную, знаете, такую прям розу примадонну, такую, которую будут все замечать, а именно свежая, приятная, нежная розочка, кстати, очень приятный аромат, единственный его недостаток, конечно, небольшая стойкость, это вот этот лет, и, конечно же, это такие поливашечки, которые к лету, не зря у нее большой объем, это 100 миллилитров, то есть, ими можно поливаться, обновлять, где-то 2, ну, максимум 3 часа, я слышу, а, кстати, шлиф неплохое у этого аромата, особенно вот, когда, знаете, бывает вот летний дождик, вот прям такой приятный, нежный тоже шлиф, и, кстати, вот, хотя чай здесь не заявлен, но я вот в этой розе тоже слышу какую-то еще такую дополнительную, какую-то вот чайную свежесть, как будто это розочка, и легкие цитрусы, и чайность, и вот это вот сама нежная, прекрасная, прям вот розовая-розовая такая, или белая розочка, классная эта поливашечка, вот эта роз фреш, от Ebroche, кстати, я вам в том видео говорила о своем новом аромате от Zara, который называется Queen Plum Rose, вот этот флакончик, я вам показывала, вот они чем-то похожи, а когда я этот купила от Zara, думаю, что-то мне напоминает, конечно же, вот эту свежую розочку, единственное, что все-таки вот здесь похарактернее сама розочка, поярче, тоже свежая, и стойкость вот аромата Zara, удивительно, но намного, намного больше, чем вот эта розочка от Ebroche, то есть этим ароматом я вообще очень довольна, но вот они чем-то перекликаются, но вот этот аромат достал, и знаете, вот сейчас вот тоже, когда ты куда-то бежишь в жару, так побрызгаться тоже классно, в общем, кстати, к Ebroche ароматам я отношусь очень хорошо, положительно, все вы помните, да, когда-то у Ebroche были вообще-таки замечательные ароматы, которые, к сожалению, уже не выпускают, и Spahane знаменитый, и Samarkand, кто-то, наверное, помнит эти ароматы, но в общем Ebroche я марку люблю, ну и последняя позиция на сегодня, конечно же, это Zara, прекрасный аромат, покажу даже в коробочке, хорошо, что я купила 50, это 60, кстати, миллилитров с мужской полочки, друзья мои, ну, конечно же, это унисек звучание, прекрасный парфюм, который подойдет, и девушкам, которые любят, что это такое, знаете, погорячее, посмелее, я имею в виду, что тоже свежее, но не совсем женское, такое неженственное аромат, а свежее, прекрасно, вот этот Eclat, называется этот аромат Vibrant Leather, и это фланкер Eclat de Bergamot, то есть это Eclat de Bergamot, вот так вот называется этот парфюм, то есть это Vibrant Leather, аромат от Zara, который я вам часто говорила, кстати, классический Vibrant Leather, выложу бутылочкой, я вам говорила, что это неплохой клон, клон Крида, вернее, Авентуса от Крида, и дорогого довольно аромата, кожаного, такого канонического, ну, а это фланкер с Bergamot, вот так выглядит 50, если найду фото, в бутылочке 100 мл выложу, она такая очень солидная, ну, а мне вполне хватит, это ошиблась опять, не 50, а 60 мл, странный такой объем, Zara, да, так вот, друзья мои, вот этот Vibrant Leather с Bergamot, я хочу сказать, что просто шикарная у них экспозиция, и мужчинам, кстати, советую обратить внимание, он в Zara еще есть, этот парфюм, у кого, конечно же, есть доступность Zara, и девушкам-женщинам, потому что он как бы повторяет, очень хорошо у меня слышится ДНК самой вот Vibrant Leather, то есть вот этого, такого, скажем, более легкой версии, Кридовского Авентуса, но вот с этой свежестью Бергамота на старте, вот прям, знаете, такой старт, это прям яркий, такой вот, я бы сказала, прям калабрийский, Бергамот из Калабри, такой сочный, такой терпкий, Бергамот, а потом сразу проявляется вот эта такая свежая, вот эта кожа, вот этот аккорд кожи, который есть и в Криде Авентусе, да, и в самом левый Vibrant Leather, вот здесь тоже есть, но еще в этом аромате, по-моему, есть вот бобы тонко, мягкие, если я не ошибаюсь, которые делают этот аромат еще вот каким-то таким приятным, мягким, не сладким однозначно, нету никакой сладости, а вот каким-то таким мягким, округлым, поэтому подойдет, как я уже сказала, всем, не только мужчинам, хотя он стоит, еще раз повторяюсь, на мужской полочке, но и девушкам-женщинам, которые любят что-то по-интереснее, по-свежее, мне этот аромат нравится, честно вам скажу, сам Vibrant Leather я тоже ношу, я вам о нем часто говорила, это вот тоже для меня унисекс, кстати, классный аромат, на который делают комплименты, спрашивают, что это за парфюм, всегда он обращает внимание, именно Vibrant Leather от Zara, потому что критовского венца у меня лично, конечно же, нет, да, мне он и не нужен, а вот этот аромат тоже самый, но только вот с этой свежестью бергамота, то есть, как бы летом, то, что нужно, классно, мне прям вот зашел, кстати, стоял, у меня зимой заставлен, вот сейчас тоже достала, тоже несколько дней выносила, прям рада, довольна, что я купила, вот именно такой объемчик, кстати, такие объемы Zara очень быстро разбирают, небольшие, в общем, вот это Eclade Bergamot Vibrant Leather, советую прям всем, кто любит, и вот такие кожаные ароматы, ну, в стиле Авентуса, и, конечно же, свежестью бергамота, все, друзья мои, это была моя подборочка, не знаю, сколько ароматов, в том числе, вот таких интересных, бюджетных позиций, которые сейчас сама ношу, и буду носить в июле, пишите в комментариях, какие ароматы вы будете в июле носить, если у вас, тем более, тоже, есть такая же жара, как и у нас, всегда рада всем вашим комментариям, обратной связи, если видео вам понравилось, ставьте лайк, это мне всегда очень приятно, ну, а мы с вами увидимся, как всегда, в скором их новых видео, я с вами надолго не прощаюсь, всех вас люблю, всех целую, всем классного лета, друзья мои, даже если вы не едете в отпуск, хорошо вам проводить вот эти летние дни, ну, и в помощь нам вот эти классные, свежие ароматы, всех люблю, всех целую, всем пока, мои дорогие, Субтитры сделал DimaTorzok